Второе Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова Старец, избранный госпоже и детям Ее, которых Я люблю по истине, и не только Я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующие Иисуса Христа, пришедшего воплоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учения Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя, дети сестры твоей избранной. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Марка святое благовествование. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место. Был час третий, и распяли его. В шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом. «Элои, Элои, лама, совахвани!» Что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». И Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив него, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал «Истинно человек сей, был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И приведоши его на Голгофу место, ежесказаемо лобное место, беже час третий и распявши его. Бывшу же часу шестому, тьма бысть по всей земли до часа девятого. И в час девятый возопи Иисус гласом вели им глаголя «Элуи, элуи, лимаса вахвани, ежесказаемо, Боже мой, Боже мой, вот что мя оставил Иси?» И нет сей от предстоящих, слышавших глаголуху, сей Илью гласит. Тех же един, и наполнив губу отста, и возлож на трост, напоявши его глаголя «Оставите, да видим, аще приидет Илья снять его». Иисус же пуч глаз вели ище, и завеса церковная раздрасина двое свыше до низу. Видев же сотник, стояй прямо ему, якутакова запив, ище рече. «Поистину человек сей, сын бе Божий, бяху же и жены, издалече зряще, в них же бе Мария Магдалина, и Мария Иакова Малого, и Иосии Мати, и Соломия. Я же иногда бе в Галилее, хаждаху по нем, и служаху ему. Ины многие, я же взыдоша с ним в Иерусалим». Сначала дается вполне вкусить утешение благодатное, а потом они скрываются. Первое, чтобы поддерживать ревность к подвигам, а второе, чтобы подвязающий сосмирялся. Полное проявление благодати в любви и как это бывает. Дух Святый в самом начале преуспеяния, если горячо возлюбит добродетель Божию, дает душе полным чувством и удостоверительно вкусить сладости Божии. Чтобы ум точно и определительно познал, сколь велик плод боголюбивых трудов, но потом надолго скрывает богатство сего животворного дара, чтобы мы, хотя во всех преуспеем добродетелях, думали о себе, что мы — ничто, потому что не видим в себе, чтобы святая любовь обратилась у нас в постоянный нрав. Ибо в ту пору бывает, что без нелюбия иногда с такой силой налегает на души подвязающихся, что они неприязненно относятся даже к тем, кои любят их, и даже во время приветствия и целования держат это тлетворное действие неприязни. Отчего душа сильно скорбит и болезнет, что тогда, как в памяти носит любовь духовную, сознает обязательство любви, не может возыметь ее в чувстве, по причине, как ей кажется, недостаточности совершеннейших трудов. Почему необходимо нам пока нуждением насильственным заставлять себя совершать дела любви, чтобы таким образом достигнуть вкушения ее и полным чувством с удостоверительным удовлетворением? В совершенстве же никто из сущих во плоти сей не может стяжать ее, кроме тех святых, кои дошли до мученичества и совершенного исповедания, чего достигший совершенно изменяется и даже к пище неохотно приступает. Ибо, упитаемого божественной любовью, какое еще может быть похотение благ мира сего? Всего ради премудры Павел, сие великое вместилище ведения, благовествуя нам о будущих утешениях праведных по собственному в том удостоверению, говорит «Несть царствие небесное брашное питье, но правда, мир и радость о дусе святе, кои суть плод совершенной любви». Таким образом, часто здесь вкушать действия любви могут преуспевающие в духовной жизни. В полном же совершенстве стяжать ее никто не может, если у него наперед не будет совершенно пожертвомертвенной животом. О действии благодатной любви к Богу Поведал мне некто из ненасытимо любящих Бога. Когда я возжелал ощутительно изведать любовь Божию, даровал мне это в полном чувстве и удовлетворительности благий Господь, и я в такой силе чувствовал действие сие, что душа моя тогда желала с неизреченной некой радостью и стремительностью и изыть ей с тела, и отойти ко Господу, и совсем забыть чин сей превременной жизни. И всякий, испытавший действо такой любви, хотя бы тысячи обид и лишений потерпел от кого, не гневается на него, но остается душевно прилепленным к оскорбившему и обижающему его. Возгорается же он ревностью только против тех, кои на бедных нападают, или на Бога глаголят неправду, как говорит Писание, или иначе, как живут недобре. Ибо любящий Бога много паче себя, или совсем не любящий себя, а только одного Бога, уже не заступается за свою честь, а одного того хочет, чтобы почитаема была правда, почтившего его честью вечного. И этого желает он нелегким, каким и скороприходящим желанием, но имеет такое расположение в качестве неизменного нрава по причине полного вкушения любви к Богу. К тому же ведать надлежит, что Богом, возбуждаемый к такой любви, бывает выше самой веры во время такого действия в нем любви, как уже в чувстве сердца, полную любовью, держащей чтимого верою. Это ясно указывает нам святый Павел, когда говорит, «Ныне пребывают вера, надежда, любы, три сия, больше же сих любы». Ибо кто держит, как я сказал, Бога в богатстве любви, тот в то время бывает гораздо больше своей веры, как сущий весь в любви. Сколь необходимо для успеха в богословствовании восстанавливать нарушающийся с другими мир. Действо святаго ведения по свойству своему немало скорбить заставляет нас, когда по некоему раздражению, досадив кому-либо, соделываем его врагом себя. За это оно никогда не перестает уязвлять совесть нашу, пока посредством объяснений и извинений не успеем возвести оскорбленного в прежнее к нам благорасположение. С особенной же силой такое сокрушение проявляется, когда кто из людей мира сего прогневается на нас хотя бы то и неправедно. Это крайне тяготит нас и озабочивает, так как всяко мы послужили ему в соблазн и преткновение. От сего и ум наш тогда оказывается неспособным к богословствованию. Потому что ведение по существу своему, будучи всецело любовью, не попускает мысли нашей расшириться в порождении божественных созерцаний, если наперед не восприимем опять в любовь и неправедно гневающегося на нас. В случае, если тот не хочет этого или удалиться от наших мест, надлежит нам, прияв начертание лица его в свое благорасположение с нездерживаемым излиянием души, так во глубине сердца исполнить закон любви. Ибо тем, которые желают иметь ведение о Боге, должно и лица неправо гневающихся представлять в уме с безгневным помыслом. Когда же это будет, тогда ум не только в области богословия станет непогрешительно вращаться, но и в деле любви с полным дерзновением возвысится, как бы восходя со второй степени на первую. Путь добродетели сначала бывает труден и горек, а потом удобным и приятным делается. Путь добродетели для начинающих любить благочестие кажется жестоким и пристрашным не потому, чтобы он был сам по себе таков, но потому, что человеческое естество с самого исхода из черева матери привыкает жить пространно в удовольствиях. А для тех, которые успели пройти уже до середины его, он является весь благим и отрадным. Ибо когда недобрые стремления наши бывают подавлены добрыми навыками, тогда вместе с ним исчезает и самая память о бессловесных удовольствиях, вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей. Посему Господь, выводя нас на путь спасения, говорит, что тесен и прискорбен путь, водящий в живот и мало тех, кои идут им. К тем же, кои со всем рвением желают приступить к хранению святых его заповедей, говорит он, «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Предлежит оба нам в начале подвига нашего насилуемые некой волей исполнять святые заповеди Божии, чтобы благий Господь, увидев доброе намерение наше и труд, даровал нам готовность и вольную волю с удовольствием прочее покорствовать преславным его волением. От Господа Бог уготовляется хотение. После чего начнем же мы с великой радостью совершать непрестанно благое, и тогда воистину ощувствуем, что Бог есть, действуя в нас ежихотети и ежедети, о благоволении. Внешние и внутренние искушения делают подвязающихся способными отпечатлеть в себе божеские красоты. Как неразогретый и неумягченный воск не может добре отпечатлеть налагаемую на него печать, так и человек, если не будет искушен трудами и немощами, не может вместить печати добродетели Божии. Посему Господь говорит Божественному Павлу, «Довлеет ти благодать моя, сила бы моя в немощи совершается». Сам же апостол так хвалится, говоря, «Сладцу бы похвалюсь, а паче в немощах моих, да вселиться в мя сила Христова». Так же и в притчах написано, «Его же любит Господь наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет». Апостол немощами называет восстание врагов Креста, которые часто тогда случались и с ним, и со всеми святыми, чтобы не превозносились, как говорит он, при избытком откровений, но паче пребывали через смирение в образе совершенства, преподобно сохраняя божественный дар, через счастые уничижения. Мы же немощами называем лукавые помыслы и телесные стропотности. Ибо тогда телеса святых, подвязавшихся против греха, будучи передаваемы смертоносным уязвлением и разным другим прискорбностям, были много выше страстей через грех, превшедших в естество человеческое. Ныне же, когда о Господе множится мир церквей, необходимо тело подвижников благочестия искушать частыми стропотностями, а душу — лукавыми помыслами. Особенно тех из них, у коих ведень не сильно действенна со всяким чувством и удостоверением, чтобы они и тщеславию с высокоумием не подпали и могли ради великого смирения вместить, как я сказал, в сердцах своих печать божественной красоты, по слову святаго пророка, знаменность она нас, свет лица Твоего, Господи. Подобает уба с благодарением претерпевать таковы о нас совет Господень. И тогда как болезни, так и борьба с демонскими помыслами вименится нам во второе мученичество. Ибо говоривший в те времена устами беззаконных начальников святым мученикам «Отреките с Христа и возлюбите славу века сего», тоже и ныне сам говорит рабам Божьим, мучивший тогда тела праведных и крайне поносивший честных учителей через служивших дьявольским онным мудрованием, он же и ныне наводит разные страдания на исповедников благочестия с великим поношением и уничижением, особенно когда они славы ради Господа с великой силой помогают угнетаемым бедным. Всего ради надлежит нам со всей опаскою и терпением созидать в себе такое свидетельство совести пред лицем Бога, терпя, потерпел Господа и внятми. Живые в помощи в крови Бога Небесного во дворица кричит Господи Ви заступник мой и си прибежище мое Бог мой и уповаю на Него. Яко то избавят Тя от сети ловчи и от слави семя Тебя жна плечма своему сенит Тя и под крыльей надеешься. Яко то избавляю на Него Оружием обыдет Тя истинно Его не убоишься от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от зрящей бесополуденного. Падет от страны Твоя Ты сащает молодесную Тебе к Тебе же не приближится обача от чьима Твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши Яко Ты Господи упование мое вышнего положилось и прибежище Твоим не придет к Тебе зло и рано не приближится телеси Твоему Яко ангелам своим заповесть о Тебе сохраните Тя во всех путях Твоих на руках вознут Тя да никогда преткнешь оками ногу Твою на спидой Василиска наступишь и поперешь и льва и змия Яко на мя упова и избавлю и покрыю и як опозна имя мое воззовет ко мне и услышу его с ним есть скорби и зму его и прославлю его долго тою дни исполню его явлю ему спасение мое помилуй мя Боже помилуй мя Яко на тя упова душа моя и надеюся донни же придет беззаконие воззову к Богу Вышнему Богу благодейшему мне посла с небесей спасение даде в поношение попирающее имя посла Бог милость свою и истину свою избави душу мою от среды скиднов поспах с мужчин сыновей человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остр вознеси си на небеса Боже и по всей земле слава твоя сетью готова ше ногам моим и сляко ше душу мою ископа ше предлицем моим яму и в подошв вню готова сердце мое Боже готова сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирь и гусли восстану рано исповемся тебе в людях Господи воспою тебе во языцах яко возвеличися до небес милость твоя и даже вознесися на небеса Божии по всей земле слава твоя воздвигу охочи мои в горы отнюдь уже придет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дай во смятение ноги твоей я ниже воздремлет храня тебя все не воздремлет ниже уснет храня израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнца не ожет тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твой Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до до века до века Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Иные помощи разве Тебе? Ни иные предстательницы, Ни благие утешительницы, Токма Тебе, о Богомати, Ягода сохранившимя И покрыевшим веки веков. Аминь. Святый Боже, святый веки, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok